Музыка Как часто вам приходилось слышать о конфликтах, где жертвой агрессии и притесняемой стороной являются мусульмане? Уверен, что не часто. Однако механизм по одурачиванию человечества уже запущен. Запущен он не сегодня и даже не вчера. Этот процесс работает давно. И лучше всего в этом, конечно же, преуспели мировые средства массовой информации, которые на протяжении последних нескольких десятилетий приучали нас к тому, что именно последователи ислама являются главной причиной всех происходящих на планете Земля бед. А сегодня мы поговорим о вещах нестереотипных и не совсем привычных слух обывателя. Речь пойдет о хорошо известной нам всем ситуации в Мьянме. Там угнетением подвергается народу Рахинджа самая преследуемая, по данным ООН, этническая группа в мире. Еще до недавнего времени мало кто говорил о противостоянии в этой далекой, по преимуществу, буддийской стране. Говорить о геноциде мусульман в Бирьме стали после того, как в сеть попали видео и фото происходящего. От масштаба преступлений миллионы людей в мире пришли в ужас. А теперь немного фактов и цифр. Рахинджа – это этническая группа, исповедующая ислам и компактно проживающая в штате Рахай на западе Мьянмы. Ее численность по разным оценкам составляет в стране 1 миллион человек. Еще около миллиона живут или бежали за последние годы в соседние мусульманские государства – Бангладеш, Малайзию, Пакистан, а также в Саудовскую Аравию. Мусульмане Рахинджа принадлежат к европеоидной расе, а местные буддисты, народности араканцев – монголоидной. 88% населения Мьянмы составляют буддисты, 4,3% – мусульмане. В штате Рахайна ситуация сильно отличается от других регионов Мьянмы. Здесь мусульман – 43% населения, тогда как буддистов – 52%. В северных районах мусульмане даже составляют большинство. Штат Рахайна имеет самый высокий по стране уровень бедности – 78%, что создает дополнительную напряженность. Рахинджа не имеет избирательных прав. У Рахинджа нет гражданства Мьянмы, и им не позволяется свободно перемещаться по стране без официального разрешения. Рахинджа запрещено иметь более двух детей, а доступ к высшему образованию для них закрыт. Военный режим неоднократно проводил реквизиции их земельных владений в пользу буддистов и наложил на Рахинджа принудительную трудовую повинность. Колоссальный вклад в освещение всех ужасов, происходящих сегодня в Бирме с нашими братьями по вере, внес и наш сегодняшний гость, который расскажет нам обо всем более подробно. А перед этим предлагаю послушать нашего коллегу Расула Тавдерякова, который также совсем недавно побывал в лагере для беженцев в Бангладеш. То, что я увидел, это надолго оставится в памяти, потому что то, что слышал я до этого, то, что вот говорилось там в соцсетях, фотографии, они все равно не так воздействуют. Как если ты это видел непосредственно самих участников этих событий, слышал все эти истории с их уст. Да, я не видел там, конечно, крови, как режут или убивают, но я разговаривал с людьми. И вот когда они передают то, что пережили, да, это надолго остается в памяти. А что было началом, я не знаю, но то, что есть там религиозный конфликт, это налицо, это там как бы не скроешь. То есть буддисты, вот эти, причем религиозные буддисты, да, облаченные там в свои монашеские одеяния, устраивают митинги с конкретными там нацистскими лозунгами. Там нет Рахиня, там Рахайн для рахайнцев, Бангладеш для бенгальцев, бенгальцы пусть едут в Бангладеш. Ну, то есть такие какие-то нацистские лозунги, да, там шествие устраивают. Причем, ну, я так разговаривал, я выдавал себе там российский турист, они конкретно мне заявляли, я их спрашивал, какое решение проблемы. Они говорят, вот, показывают, что вырезать всех, вот единственное решение проблемы для них. Как мировое сообщество, как эту проблему вздумает, вздумает ли оно решить эту проблему. Если оно все пустит на самотек, то да, они выдавят, безусловно. Мьянма выдавит, то есть, ну, это же не сложно, миллион безоружных людей, дети, старики там. И поэтому я думаю, что если вот так, как сейчас все идет, так будет продолжаться, то еще пару десятилетий они их всех выдавят, там, это не сложно. У них армия, у них местное население помогает, да. Армия там вроде якобы не участвует сами, но они, когда лагеря окружают, вот эти вот радикалы туда заходят, грабят, убивают, жгут, насилуют. Армия стоит и, как бы, охраняет вот этих вот радикалов. Хотя мы разговаривали с Рахиней, некоторые говорили, что армия тоже участвует и в ограблениях, и в насилии, и так далее. Арханнасаламу алейкум. У алейкум ассалям. Ну, как это и принято, когда речь касается мусульман, и когда они оказываются, собственно говоря, пострадавшей стороной, у средств массовой информации мира, и, собственно говоря, и наши отечественные СМИ пропадает быстрый интерес к этой теме. Тем не менее, мы знаем, что вопрос там еще не урегулирован, да, и требует к себе особого внимания. Вот вы, как человек, который там побывали недавно, расскажите, вот какова ситуация сегодня там? Ну, это вопрос не только не урегулированный, а, в общем-то, нет никаких особых предпосылок для того, чтобы его урегулирование в обозримом будущем совершилось. В настоящий момент в таком вот бангладешско-берманском приграничье, со стороны Бангладеша, огромные, на сотни тысяч людей, лагеря беженцев, которые выглядят абсолютно как трущобы, да, то есть, по сравнению фавелы Сан-Паула, по сравнению с этими лагерями, это коттеджный поселок миддл-класса, да, то есть, это бесконечные ряды хижин, сделанных из бамбуковых жердей и полиэтилена, которые там впритык друг к другу, там просто покрывают холмы вот такими площадями. Огромная скучность, совершенно незначительное здравоохранение, то есть, по сути дела, это какие-то навесы, под которыми сидит врач, абсолютно нет нормальной чистой воды. Пока помощь этим людям сводится к тому, что им в основном подвозят еду, прокормить. Но им нужна не только еда, им нужно образование, им нужно здравоохранение, им нужна инфраструктура. Правительство Бангладеш не позволяет им расползтись по стране, фактически они находятся в некой резервации. Да, их как бы не мучают, не избивают, не унижают, но никуда уехать за пределами этих вот небольших территорий они не могут. И обсуждается, это, скорее всего, не состоится, но обсуждается уже года два. План о том, что не худо было бы вот эти сотни тысяч людей переселить на остров в Индийском океане. Это низкий остров наносного происхождения во время ураганов, может перекрываться водой полностью. Но там была такая идея, что давайте его как бы немножко укрепим, немножко как будто культурим, и их всех туда, чтобы они тут не маячили, как бельмо на глазу не сидели. То есть, в принципе, в лагерях беженцев эти люди находятся уже в очень тяжелом состоянии. И эти лагеря несравнимы с тем, что мы видели, допустим, в Турции, когда там на юг Турции переселяли людей из Сирии. Такие лагеря в Газиантепе стояли, где это были домики, по сути дела, там рядом школа стояла, там врач. То, что находится в Бангладеш, это просто катастрофа, разворачивающаяся на твоих глазах. Тем более, что этим людям, Рахиния, дают очень явно понятие бангладешской правительства тоже, что здесь они нежеланные гости. Это ситуация такова Бангладеш, но, по крайней мере, их не убивают, этих людей. Теперь можно перейти к Бирме, потому что там часть времени я провел в Бирме, которые нынче они переименовали в Мьяну. И там, по сути дела, тем, во-первых, говорят, что там ничего не произошло. Или, как говорит берманское правительство по образцу унтрофицерской давы, она сама себя высекла, они сами себя сожгли, они сами себя убивали. Ну, это трудно, потому что счет беженцев идет на 100 тысяч, на сотни тысяч. То есть, если в сентябре цифры назывались порядка полумиллиона, то сейчас называется от 800 тысяч до миллиона беженцев, сбежавших в Бангладеш. Такие объемы беженцев не могут возникнуть в случае каких-то маленьких имитаций, каких-то разводок, провокаций. Как вот сейчас говорят, там вот они переоделись, какие-то талибы приехали с Афганистана, переоделись в Рахинья, сами себя пожгли и так далее. Вот все вот эти вот легенды, этим невозможно объяснить сотни тысяч сбежавших людей. Те, кто не сбежал, по крайней мере в штате Рокхайн, живут, это даже нельзя назвать резервацией, это нельзя назвать гетто. Потому что резервация гетто это пространство, где люди живут по каким-то своим правилам и как-то защищены от внешних законов и внешних правил. Тут ничего подобного. Это концлагерь. То есть это территория, за пределы которой эти люди не могут выйти. Это колючая проволока установлена на входе, на выходе. Из этих кварталов там стоит стража, которая не пускает никого. Внутри нет ни образовательных учреждений, ни здравоохранительных учреждений. Пройти туда невозможно, туда не пропустят. Издалека можно увидеть, что люди черпают воду, по сути дела, из канализации. И никакой помощи им гуманитарные организации, всемирные, мировые, интернациональные, не оказывают. Потому что, в принципе, этих людей берманская проведция старается отсечь, не пропустить. Желающих много приехать. Но их всячески ограничивают в неких возможностях. Поэтому помощь сконцентрирована на территории Бангладеша, где и норвежцы пытаются, краснокрестовцы норвежцы пытаются развернуть госпиталь на месте. И ха-ха, значит, турецкая, раздает еду и оказывает такую медицинскую помощь, пусть недостаточную. То есть административные барьеры создают? Да, конечно, административные барьеры создают, требуют при перемещении разрешения, пермишины на перемещение. Особенно в зоне этих событий, где были регулярные погромы мусульман. И эти разрешения невозможно получить, фактически невозможно получить. И остается только на свой страх и риск, скрываясь, передвигаться, обманывая, выдавая себя за туриста. Или вообще избегая контактов с полицией. Мы, Архан, будем периодически включать видео вашего совместного пребывания с нашим коллегой Расулом Табдеряковым в лагере в Бангладеш. Давайте посмотрим этот эпизод. Мы передвигаемся на местном транспорте Тук-Туке. В поездке по Бангладеш меня сопровождает главный координатор Объединенной Исламской Уммы Мухаммад Амин. Вместе мы едем в лагерь беженцев. Я уже раздал все, но они до сих пор ко мне все идут, идут и идут. То есть, Мухаммад нас предупреждал, что здесь опасно раздавать в том плане, что потом до конца своего похода будешь в сопровождении вот таких вот юнцов, которые будут просить еще объяснять им, что я уже все раздал и у меня ничего нету. Бесполезно. В общем, за мной идет раздача риса, как видите, да? Это Юнайт Нэшнл, организация Объединенных Наций, помогает. Всего лишь 25 килограмм в месяц семья имеет право получить 25 килограмм риса в месяц. Это самый дешевый рис. Местные такой не едят, считают, что это для нищих. Очень дешевый рис. Вот этот вот рис выдают беженцам рахине. Это все стоят за рисом, который вот здесь вот пасуют и раздают. Исходя из увиденного, хотелось бы, возник вопрос. Какое примерное количество беженцев сегодня в Бангладеше и хватает ли им всем ночлега и пропитания? По самой осторожной оценке в Бангладеш сбежало под миллион рахинья из Бирмы. И, строго говоря, всех сбежавших принимает именно Бангладеш, поскольку прочие страны, Малайзия, Индонезия, мусульманские страны, они отгородились от этой проблемы. Они, если там на лодках кто-то плывает и попадается в руки пограничной стражи, им дают воду, им дают топливо и отправляют назад. При этом надо понимать, что в самой Бирме, это организовано следующим образом, это не хаос людей бегущих, где они только могут перейти границу во все стороны. Это фактически сгоняет людей на некие чекпоинты, контролируя прочие участки границы. И эти чекпоинты работают в одну сторону, то есть выехать из Бирмы можно, но если тебя не приняли где-то, например, в Малайзии, то назад ты вернуться уже не можешь. То есть в Бирме тебе уже не дадут ни воды, ни топлива, тебя просто не пустят туда. Вот такая вот ситуация, это организованное изгнание людей, это не то, что мы тут кого-то поубивали, мы тут немножко пошли, а они побежали. Нет, именно вот это вот изгнание и организовано, все остальное второстепенно. Но в настоящий момент это, конечно же, проблема никакая не миграционная, это чисто религиозная проблема. Во главе гонителей этих рахиньи, этих бедолаг, находится буддийское духовенство. Это не всегда нравится правительству и даже вот этой его части военной, то, что там называлось военная хунта. Даже им не очень это нравилось. Но поскольку есть общая установка на окончательное решение рахини, то есть их надо выкинуть отсюда. Есть общая решение, правительственная точка зрения, что их надо выкинуть. То этому процессу погромов потворствуют. В основном это же не полицейские приходят и жгут деревни, убивают людей. Приходит вот эта вот монашеская толпа в сопровождении полиции, и полиция следит только за тем, чтобы этим монахам не давали отпор. А уж грязную работу они делают сами, не привлекая людей в форме к этому делу. У нас еще один эпизод, давайте его посмотрим. Этому парню повезло. Один бирманский солдат его пожалел и спас, открыв ему дверь. Но далеко не все оказались такими везучими. Его сын, голову отрубил. Сколько ему было лет? Сколько ему было лет? Абазары, абазары. Абазары, абазары. Абазары, абазары. Тридцать, абазары. Тридцать. Это сделали солдаты или это сделали какие-то гражданские люди, например, буддисты или индуисты? В этом эпизоде мы увидели молодого человека, которому удалось спастись. Из рук берманских боевиков. Я его видел воочию, там же мой голос на заднем плане. Много ли таких, кому все-таки удалось спастись из этих лагерей? Собственно, все, кто здесь и находится, все эти сотни тысяч, это все бежавшие. И там куча... Этот парень, вы выбрали этот кадр. Этот парень рассказывает, что да, я бежал, но при переходе границы он пытался в таком вот месте, где не пропускали перейти. Его поймали, связали, порезали, побили, помучили. В конце концов, открыли дверь, пинком под зад выкинули, вали в свой Бангладеш. И таких много. Но есть... Я встречал, значит, людей, которые рассказывали, что вот загнали семью в дом, дом подожгли, а я, значит, с остатками семьи, которую не загнали в дом, которому удалось сбежать там в джунгли, 10 дней пробирался там по джунглям, прежде чем вышел к реке, потом еще по реке там два дня плыл, чтобы иметь возможность там, да, выйти. То есть мы встречались с детьми, которые бежали, потому что у них были убиты родители. То есть это просто дети, это не подростки, там, да, это 8-9-летние дети, которые на наших глазах переплывали реку, когда мы стали их дергать, вы кто вы, что вы, откуда вы, почему, там, да, это родители убиты, там, да, это дети бежавшие. То есть хорошо предположим, что это преувеличено все, что это вот все так вот, на войнах всегда рассказывают какие-то фантастические истории о зверстах противника. Поделим на 10, все равно круто получается, все равно жестко получается, да. Вы вздумайтесь, там, да, полмиллиона сбежавших за очень короткий срок, который идет на неделе, там, да. То есть мы говорим, что за август, сентябрь сбежало полмиллиона человек, там, да. Я, допустим, говорил со своим коллегой, фотографом «Нью-Йорк Таймс», который фотографировал несколько лет назад эти лагеря. Он говорит, да ты просто не представляешь, как они разрослись. Это как грибница выросла, это был малюсенький городок, там, да, где там, ну, где шел счет беженцев на десятки тысяч, а не на сотни. Сейчас это превратилось просто в мегаполис. И, то есть, совершенно понятно, что ты можешь разделить на 10, там, да. Вы можешь разделить на 100 все эти рассказы. Но ты должен понимать, что там, в Бирме, в августе месяце, произошло событие, которое выгнало под миллион человек. Вот можно ли говорить о том, что вот эти преступления, они опровергают расхожий миф о том, что буддисты, они самые гуманные и добрые люди на свете. Откуда взялся этот миф? Ну, есть такой определенный миф. Ну, знаете, он взялся от того, что там есть актеры типа Ричарда Гира, которые там вот декларируют собственный буддизм за все хорошее против всего плохого. Но на самом деле это никого не буддизма. Это то, что называется нью-эйдж, любовь и интерес к ориенталистике, к буддизму это не имеет никакого отношения. Я хочу сказать, что мы, когда попали в Бирму, там есть города, населенные не Рахини, а так называемые старыми мусульманами, где тоже есть проблемы, что опровергает германское утверждение, что это только у Рахини проблемы, а остальные у них все окей, мы им позволяем вольготно жить и все прочее. В тех кварталах, где, безусловно, абсолютное большинство мусульманского населения, да, там открыты мечети, там кричат азан, потому что в Ракхайн все мечети закрыты. Там невозможно найти кафе с халяльной едой, хотя большинство населения еще пять лет назад в городе Ситуэ были мусульмане. Сейчас такого кафе найти невозможно, и это оправдано на самом деле, потому что так по городу мусульмане не ходят. Они все вот в этих вот концентрационных кварталах, откуда выйти они не могут. То есть там вот такая вот ситуация. У нас еще один эпизод о том, как вы посетили с Расулом Тавдиряковым буддийский храм. Хотел бы посмотреть. Мы решили отправиться в буддийский храм, чтобы лично узнать, как обстоят дела с межконфессиональным общением в этих местах. Я впервые в своей жизни оказался в буддийском храме. К сожалению, я не был готов, и поэтому не знаю, как себя здесь вести, и что здесь нужно делать. Вот насколько мне известно, вам удалось потом поговорить с наставителем данного храма, какую оценку он дал всему происходящему? Ну, он был осторожен в... Во-первых, я сразу уточняю, что этот буддийский храм находится на территории Бангладеша. То есть в данном случае эти буддисты, меньшинство среди исламского большинства. Пару лет назад этот буддийский храм сгорел и был восстановлен на деньги правительства в значительно более шикарном качестве. Никаких ограничений для этих людей. То есть их не видно. То есть они не загнаны за колючую проволоку. Они спокойно существуют, спокойно выходят, ходят как хотят. То есть они живут совершенно спокойной жизнью. И настоятель, конечно, говорил какие-то такие правильные, политкорректные, осторожные вещи о том, что это проблема не религиозного характера. Мы вообще как бы сожалеем, вообще против всего плохого, за все хорошее. Но это не единственный буддист, с которым нам довелось общаться, в том числе и на территории Бангладеша. Мы, когда улетали в Бирму, мы как раз летели с монахом, бандладешцем, буддийским монахом, и который вот развернул такой вот визион перед нами. И это был, конечно, визион, где рахиньи мерзавцы, негодяи, понаехавшие, вот их нужно вышвыривать из-за них, как бы все проблемы, вообще правильно их давят. Ну, мы не производили впечатления. Он представлял мусульмана иначе. Он представлял мусульман, таких вот коричневых людей, он не думал, что мы мусульмане, и очень искренне нам рассказывал, что вот как правильно давить эту всю сволочь, всех этих гадов. То есть, на самом деле, это такая вот в России такой уровень сознания называют вата. Такой вот радикальный националист, почвенник, живущий в мире мифов, сказок и страшилок обо всем окружающим незнакомым. Вот буддийское духовенство, на самом деле, это вот квинтэссенция местной ваты. Вот как вы оцените реакцию ООН и других международных организаций по поводу геноцида Ракинджа? Ну, международные организации говорят правильные слова, но дело в том, что у Бирмы есть сильные покровители, которые не дают как бы вот ужучить, уесть их там, да, принудить, заставить. В общем, не дают оказать никакого давления. В первую очередь, это Китай, который считает, что Бирма в той или иной степени находится в орбите его интересов. Это в известной степени Индия, которая строит, допустим, в том же штате Ракхайн, в том же городе Ситуэ, глубоководный порт. То есть, это тоже покровитель, но роль Индии заключается, в первую очередь, в том, что она диктует Бангладеш, что делать, какую позицию занимать, как себя вести. А Бангладеш по отношению к Индии находится примерно в том же состоянии, в каком Украина эпохи Януковича была вот по отношению к России. И еще это, конечно, Россия, которая на пару с Китаем блокировала все попытки осудить и наехать вот как-то вот словесно или санкциями на Бирму. И в силу вот этого вот внешнего покровительства соседей так вот наезд на уровне слов или санкций толком на Бирму не получается. Чем все это закончится и когда? Складывается ощущение, что властям Бирму удастся в скором времени изгнать всех Рахинджа с этих земель, и после чего мир забудет о тех преступлениях, которые были совершены на этих землях. Ну, этот процесс начался не сейчас. Этот процесс начался в пять лет назад. Он идет нарастающими темпами. То есть, вообще считается, что у Рахини 2 миллиона. 2 миллиона — это 4% населения берманского. Или около, там, точную перепись не проводили. Вот сейчас половина убежала. Ну, может, не половину, а третью. Может, там, чуть больше. И это за 5 лет. И явно Бирма следует определенному тренду. И никакое внешнее словесное вмешательство на уровне «бла-бла-бла», «ребята, это геноцид». Она ситуацию не меняет. А, собственно, формальный глава Бирмы Аунсан Суджи, Нобелевская лауреатша, она делает заявление, которое, если вот убрать все эти вот красивые дипломатические завитушки, они выглядят так, что... Простите. До сути, это звучит так, что давили и будем давить. И вообще не ваше дело. Сами разберемся. Нам просто очень жаль, что у вас есть Аль-Джазира, который подымает по этому поводу шум. И который, конечно, наши местные газетенки и телеканальщики противостоять не могут. Увы, если бы могли, мы бы всем объяснили, какие иерархи не мрази и как бы все неправы их поддерживать. Вот, собственно, позиция внутри страны самой демократической, самой прозападной, самой либеральной женщины, которая там формально является ее лидером. Ну, да, эта власть не абсолютная, военные очень сильно ее ограничивают, но, тем не менее, вот это голос либерализма в Бирме. Так что я думаю, что если ситуация останется на том уровне, на котором она есть, она есть сейчас, то Бирма и дальше будет действовать в направлении окончательного решения вопроса рахини, который там процентов на 50 уже решен за последние пять лет. А рахини, судя по всему, превратится в предельно маргинализованный, маргинализованный слой населения, Бангладеш, там, разрушенный, бесправный, лишенный гражданства, лишенный права перемещения с недостатками образования, с недостатками медицинского характера, там, да, то есть, ну, грубо говоря, либо они исчезнут, там, да, либо они вымрут, либо они, вот, ну, в общем, печальная у них участь, и совершенно явно, что те силы, которые брошены сейчас на решение этого вопроса, они не способны переломить движение именно в таком вот мрачном, печальном направлении. Спасибо вам за более подробное описание текущей проблемы, и, собственно говоря, спасибо вам, что нашли для нас время. Спасибо, что пригласили, спасибо, что дали возможность рассказать. Весь мир видит, что происходит гуманитарная катастрофа, видит, что открытое преступление против человечности происходит на земле Бирмы, но молчит. В этом, конечно, нет ничего удивительного. Мусульмане уже привыкли к двойным стандартам. Но лидеры стран исламского мира молчать не имеют никакого права. Больше помощи нашим братьям и сестрам ждать не от кого. И хочется надеяться, что рано или поздно выход будет найден. И Рахинджи, наконец, обретут покой и свою Родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова